Уважаемые студенты, уважаемые коллеги, друзья, сегодня, наверное, мы больше ждать не будем никого, Сегодня очень интересная лекция. В качестве небольшого предисловия скажу, что во второй половине XIX века, в 1865 году, был создан Всемирный Делеграфный Союз. Почему это произошло? В связи с изобретением и развитием электрической связи, люди очень быстро поняли, что эта связь имеет такое свойство, как трансграничность. Она распространяется во всемирном масштабе, и поэтому нужно находить способы ее регулирования, договариваться между собой, договариваться о стандартах технических, сигнальных и других. И поэтому вот такой Союз электросвязи при очень активном участии России был создан. Потом он трансформировался в Союз Телеграфии и Телефонии. И с середины прошлого века мы его знаем как Международный Союз электросвязи, который с 1947 года стал одним из международных главнейших учреждений ООН. То есть мы можем констатировать, что МСЭ, Международный Союз электросвязи, это старейшая международная организация. В недрах этой международной организации однажды возникла идея о том, чтобы достижения в области телекоммуникации, информационных технологий были доступны во всемирном масштабе, всем странам одинаково, вне зависимости от развития промышленности, технологии, степени богатства или бедности. И было принято решение в масштабе ООН созвать форум, о работе которого расскажет наш замечательный Владимир Маркович Минкин. Вот я потом передам слово коллеге, перечисление титулов, звания Ивана Марковича, наверное, займет большое количество времени. Могу от себя сказать, что я долгое время работал вместе с ним в Международном Союзе электросвязи. Это, кроме того, что замечательный человек, еще один из, наверное, немногих людей, которые есть в нашей стране, профессионалов такого уровня, которые являются и великолепными международниками, дипломатами, блестящими инженерами, специалистами в области регулирования электросвязи. Поэтому я сейчас, чтобы не занимать много времени, передаю слово коллеге Владимир Марковича. Вы тогда уже потом. Спасибо. Добрый день, друзья. Пару слов, как возникла идея проведения этой лекции. Наверное, вы знаете, что завтра открывается очередной российский интернет, вернее, российский форум по управлению интернетом. И в рамках этого форума будут обсуждаться несколько важных тем, в том числе и тема предстоящей встречи по подведению итогов воево. Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Это один из самых горячих вопросов повестки дня всех интернет-форумов, платформ, организаций, таких как ICANN, RIPE-NCC и подобных, потому что на этих встречах задаются те параметры развития интернета, это та базовая платформа, которая влияет на то, как он будет управляться, кем он будет управляться, какие цели и задачи ставятся. И в рамках российского форума по управлению интернетом, в рамках нулевого дня, проходит вот эта лекция, посвященная ООО, потому что, как я уже сказал, ООО будет одной из главных тем и российского форума, и ближайшего вообще года в ожидании встречи по подведению итогов в ООО. Итак, сегодняшний наш лектор Владимир Маркович Минкин, это главный научный сотрудник научно-исследовательского института радио и эксперт, который занимается международной деятельностью уже не одно десятилетие. Я не в состоянии на память все его регалии и титулы запомнить, поэтому просто процитирую. Во-первых, он специалист, принявший самое непосредственное участие как в организации процесса, стоявший у истоков процесса ООО, так и, а процесс начался в далеком 1998 году, так и непосредственный участник всех основных событий. Эксперт, человек, который участвовал во всех встречах, прежде всего участник российских делегаций на всемирной встрече высшего уровня по вопросам информационного общества в Женеве в 2003 году. Одна из основополагающих встреч, которые определили то, как вообще выглядит интернет, всемирный интернет на сегодняшний день. И в Тунисе не менее важнейшая встреча, вы сегодня о ней услышите, 2005 года. Председатель рабочей группы Совета Международного союза электросвязи по ВВОО и целям устойчивого развития в период с 2006 по 2022 год. Председатель многосторонней подготовительной платформы КВВО плюс 10 2013-2014 года. И участник подготовки и проведения общего обзора выполнения решений ВВОО Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. А также участник группы экспертов КНТР, комиссии по научно-техническому развитию ООН по упрочению сотрудничества. Итак, Владимир Маркович, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Добрый день, уважаемые. Слышно? Слышно. Добрый день. Мне очень приятно видеть молодежь здесь. Другой вопрос, будет ли вам интересна моя лекция? Насколько вам известно, что такое информационное общество, что такое встреча на высшем уровне? Ну, что-то я попробую рассказать. Вы хоть знаете, что такое Международный союз электросвязи? Коллеги, знаете, да? Это хорошо. Тогда давайте начнем нашу лекцию. Называется она «Форум всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества». По-английски это WISIS – World Summit of Information Society. А по-русски аббревиатура ВВУИО, мне уже трудно ее выговаривать, я поэтому иногда буду называть Summit или WISIS. Но этой аббревиатуре к ней приложил руку МТУСИ в лице своей студентки, которая участвовала в Женевской встрече, будучи на стажировке в МИИ. И вот она изобрела эту аббревиатуру, которая везде вошла – ВВУИО. Так что МТУСИ вписал. Так, что у нас? Так, коллеги, работает ли, не работает? Пока не щелкает. Куда? Давайте ваш тогда, чтобы не мучиться, пока не переключили. О, пошел работать. Раз мы говорим об информационном обществе немножко по терминологии, вообще этот термин начал употребляться, спасибо большое, начал употребляться где-то полвека тому назад, и потихонечку сложилось неофициальное понятие. Я нигде не видел официального определения, что это постиндустриальное общество, в котором создание, сбор, хранение, обработка, распространение, обмен, применение является важной экономической составляющей и политической, и экономической, и социальной, и культурной деятельности общества. Ну, и основными движущими силами информационного общества являются информационные и коммуникационные технологии. Тоже термин не имеет определения. Должен сказать, что мы в МСЭ пытались сделать, улыбается Андрей Юрьевич, пытались дать это определение. Я был одним из сопредседателей группы МСЭ, которая занималась этим вопросом. Это шло через сектор развития. Я тогда был председателем консультативной группы этого сектора. Мы почти договорились. Но перед тем, как вынести это предложение на утверждение полномочной конференции, некоторые страны не поддержали это предложение. И поскольку здесь должен быть консенсус, а все решения в МСЭ принимаются в основном консенсусом, так это определение и не пришло. И мы не смогли его включить даже в уставные документы, хотя считается, что МСЭ – это лидирующая организация системы ООН как раз в области ЭКТ. Наша лекция будет построена примерно в соответствии с процессом развития ВВОИО. Начало 98-й год. Предложение МСЭ провести эту встречу. В 2000 году была принята ООН декларация о развитии тысячелетия. Генеральная ассамблея поддержала проведение саммита. Саммит прошел в два этапа. В 2003 году – Женева, в 2005 году – Тунис. После этого начался процесс выполнения решений саммита. Где это проходило? Сначала был кластер собраний. И с 2006 года образовался уже этот кластер собраний. Если на первом собрании. И там в основном были только координаторы направления деятельности. В 2006, 2007 и 2008 годах. В 2009 году образовался форум. Мы поговорим об этом дальше. В 2014 году – подведение итогов за 10 лет. На уровне форума было мероприятие высокого уровня. В 2015 году – Генассамблея ООН. Которая приняла резолюцию по дальнейшей деятельности. И после этого пошло следующее десятилетие. Итоги которого мы будем подводить в будущем году. И сейчас идет подготовка к нему. Так как инициатор данного мероприятия – это Международный союз электросвязи. Андрей Юрьевич уже упомянул о нем. Это старейшая организация системы ООН. В 1865 году был образован Международный союз телеграфии. А с изобретением радио в 1906 году был Международный союз радиотелеграфии. Телефония добавилась к Первому союзу. И в 1934 году слились эти два деорганизации. И образовался Международный союз электросвязи. В этот год – это 90-летие образования Международного союза электросвязи. В настоящее время участвуют 193 страны. Это крупнейшая организация системы ООН. Нолик здесь пропал. Более тысячи компаний и университетов, международных и региональных организаций сейчас участвуют. То есть не только государство, но и представители частного сектора, бизнеса, гражданского общества, академических кругов. Штаб-квартира в Женеве. И я, наверное, лет шесть в совокупности провел в Женеве на собраниях. И кроме того, есть шесть региональных офисов. И один из этих региональных офисов находится в Москве. Региональный офис МСС. МСС сейчас состоит из трех секторов. Это сектор радиосвязи. Я бы сказал, это основополагающий сектор. Потому что если не будет международного распределения частот и спутниковых орбит, это то, без чего не будет ничего работать в радиосвязи. Сектор стандартизации электросвязи. Там разрабатывают стандарты, обеспечивающие функциональную совместимость всех систем и средств связи. И самый молодой сектор – это сектор развития, который посвящен прежде всего оказанию помощи развивающимся странам в развитии их инфраструктуры, в обучении, в создании проектов. Поскольку этот сектор, он единственный, обладает как бы двойной функцией. Функцией исполнения проектов, что записано в Конституции, наряду с другой организацией системы ООН, это так называемый ПРООН. Переходя к ВИСИСу, здесь надо сказать, что поскольку после распада колониальной системы много новых стран, развивающих стран, стали членами МСЭ, естественно, возник вопрос о том, каково же состояние электросвязи, но прежде всего в то время телефонии в этих странах. И на полномочной конференции 1982 года была создана так называемая независимая комиссия по всемирному развитию электросвязи под председателем сэра Дональда Мэйтланда, знаменитая комиссия Мэйтланда, с чего началось все это дело. И какая цель выявить препятствия, мешающие развитию инфраструктуры, и рекомендовать способы преодоления этого разрыва, который потом стали называть Digital Divide, когда уже мы к цифре пришли, разрыва в цифровых технологиях. И в 1985 году комиссия подтвердила тот огромный разрыв, который существует, и существовал, и сейчас, к сожалению, не существует. И все сказали, что это недопустимо, что надо с этим бороться. Поэтому МСЭ отреагировало прежде всего, создав в 1992 году сектор развития электросвязи, и всемирные конференции по развитию электросвязи этого сектора в 1994-1998 годах уже включило понятие глобальной информационной инфраструктуры и глобального информационного общества. Это первые документы, когда информационное общество начало упоминаться уже на уровне Международного союза электросвязи. И в результате в 1998 году была по инициативе Туниса принята резолюция 73 полномочной конференции, которая поручила генеральному секретарю МСЭ обратиться к административному совету руководителей организации системы ООН, то есть непосредственно в ООН, организовать такую всемирную встречу на высшем уровне. Подготовка к этой встрече была на разных уровнях. Все организации системы ООН приняли в этом участие. Координация была возложена на МСЭ, и генеральный секретарь МСЭ был руководителем подготовительного комитета. Внутри МСЭ была образована рабочая группа совета по ВИСИС. Эта группа совета была открыта для государств членов союза и членов секторов. Я почему об этом упоминаю? Потому что далее была в рамках нашей группы, которую сначала возглавил Юрий Григорьевич Грин, который в то время был директором ДМС Минсвязи, была образована специальная группа по вопросам управления интернетом. Потом, через два года, эта группа выделилась в отдельную группу. И по настоянию развивающихся стран, эта группа уже была только для государств членов. Это была большая драка, и это явилось следствием как раз тех событий, которые развернулись на Женевском в меньшей степени, но в основном на тунисском этапе форума. Был образован на уровне ООН подготовительный комитет. Его возглавил профессор Адам Самосеку из Мали. Прекрасно, кстати, по-русски говорил. И были подготовлены документы саммита. Последний подготовительный комитет. Мы сидели, по-моему, до часа ночи в Женеве. Все равно не договорились. Не договорились, конечно, по вопросам управления интернет. И при этом, что интересно, Европейский Союз предлагал Соединенным Штатам отказаться от Айкена, от воздействия на эту систему. Как вы прекрасно знаете, Айкен было полностью под юрисдикцией Соединенных Штатов. Корневые сектора тоже там. И сосредоточение всех, фактически, власти на интернетом, оно не всем нравилось. Но, тем не менее, в Женеве договориться не удалось. И поэтому были приняты два документа. Первый документ – это декларация принципов под названием «Построение информационного общества. Глобальная задача в новом тысячелетии». И Женевский план действий, где определялись конкретные действия, которые надо предпринять по разным направлениям, для того, чтобы добиться выполнения вот этих вот принципов. Реализация целей шла, естественно, через ЭКТ. Основная задача – преодоление цифрового разрыва. И были согласованы контрольные показатели. Я не буду их все зачитывать. Их можно разбить на два этапа. Это подключение на базе ЭКТ. Деревень, школ, университетов, библиотек. И дальше образовательные и культурные инициативы. Это обновление учебных программ, глобальный доступ к телевидению и радиовещанию, многоязычный контент. И все это должно было быть уже к 2015 году выполнено. Но, к сожалению, частично это выполнено не было и сейчас. А какая основная причина? Если вы знаете, то даже в настоящее время 2,6 миллиарда населения земного шара не имеют доступа к интернету. А если нет доступа, то как выполнять и предоставлять те услуги, которые относятся к ЭКТ? И вот эта задача решается. Но когда будет решена, возможно, вы ее и будете решать. И это будет правильно. Здесь я вам представил те направления деятельности. Их 11 направлений деятельности по разным аспектам информационного общества. Особо обращу внимание на направления деятельности Си-7 под названием «Приложение на базе ЕКТ». И здесь 8 направлений. Это электронные правительства, бизнес, обучение, здравоохранение, занятость, окружающая среда, сельское хозяйство, наука. В Женеве еще правой колонки не было. Правая колонка после Туниса появилась. То есть, те организации, которые возглавили и проводили координацию выполнения вот этих направлений деятельности. Ну, здесь что можно ответить, забегая вперед, что больше всех направлений курирует ЮНЕСКО с шесть направлений. Ну, прежде всего, вот это последнее направление – культурная, массовая информация, этические аспекты. МСС сначала только два направления курировала. Это информационная и коммуникационная инфраструктура и Си-5 – укрепление доверия и безопасности при использовании ЕКТ. Но потом другие организации системы ООН обратились к МСС тем, что мы не можем. Дорогой МСС, пожалуйста, возьми на себя координацию еще двух направлений. Это Си-4 – создание потенциала и Си-6 – благоприятная среда. Ну, теперь перейдем к Тунису. Сразу после Женевы началась подготовка к Тунису. Был образован подготовительный комитет, который возглавил посол Латвии Янис Картнерс. И также были образованы три рабочие группы. Так называемая группа друзей-председателей. Это председатель себе подбирает коллег, кто ему интересен и кто готов ему помогать. И дальше две основных задачи саммита в Тунисе. Это группа по финансовому механизму. Поскольку кто будет платить за всю работу? В основном добровольные взносы. Конечно, организация системы немножко выделяет, но они не все богатые. Не все могут себе позволить выделять большие средства на проекты, на помощь развивающим странам и так далее. И поэтому эта группа работала. И самая знаменитая была группа – это группа рабочая по управлению интернетом. Где опять обсуждался вопрос, что такое независимость в управлении интернет, кто должен заниматься. И вот дальше, к чему группа договорилась, мы с вами его видим. Какие документы в результате были приняты? Было принято тунисское обязательство. Это подтверждение Женевской декларации в основном. И программа для информационного общества, где рассматривались как раз вопросы финансирования, управления использованием интернет и механизмы осуществления решений. То есть, кто будет дальше координировать работу по выполнению решений саммита. То, до чего не договорились, даже там, это вопрос регулирования интернет. Это роль государства и ICANN. Тоже знаете такую организацию, я думаю. Завтра как раз форум начнется наш российский. И такое понятие есть упрощение сотрудничества. Оно было введено как раз на тунисской встрече. Упрощение сотрудничества между государственным и частным сектором по вопросам управления интернетом. Вот поэтому упрощение сотрудничества. Потом комиссия по науке и технике в целях развития провела две рабочие группы. Организовала и было проведение этих рабочих групп. И опять же, ни до чего договориться не удалось. Вот последняя группа, несколько лет назад она закончила свою работу. Мы уже почти договорились до рекомендаций, которые готовы были передать на Генассамблею ООН по данной теме. Ну вот представьте себе, час ночи где-то. Если кто был в Женеве, там есть здание ООН. Россия выступала в основном как проводник интересов развивающихся стран. И вокруг нас там кооперировались и всячески помогали и поддерживали развивающиеся страны. Ну и с другой стороны, как обычно, если вы знаете такое определение, север-юг. Так вот представители севера, западные страны во главе США или США предоставляют право говорить другим странам. Обычно это Великобритания выступала. Мы говорим, хорошо, давайте мы поддержим эти 12, там было рекомендаций, при одном условии. Давайте мы вначале напишем, что мы поддерживаем решения, принятые в Тунисе, по тем правам и обязанностям, которые должны обладать государство и частный сектор в части интернета. И вот несмотря на то, что в Тунисе мы приняли такие решения, не согласились. И тем самым так эти две группы, к грубому сожалению ООН, она каждый раз фиксирует, что вот, к сожалению, не договорились. Так и не были приняты. То есть, ввозыны не там, но состояние вы примерно понимаете себе. Хотя Айкен официально вышла из юридикции Министерства торговли, но все ключики и все юридические права, они как были, так и остались. Здесь я привел те решения, которые были приняты, что политические полномочия по решению вопросов госполитики, связанные с интернетом, являются суверенным правом государства, то с чем не готов согласиться Север. Но все-таки удалось добиться, во-первых, указания вот этих прав и обязанностей между частным сектором и правительствами. Было указано, что все правительства должны иметь одинаковые задачи и обязательства в сфере управления интернета. И было указано, что с 2006 года в рамках ООН для проведения политического диалога будет создан форум по вопросам управления использования интернет. То есть форум для того, чтобы можно было обменяться мнениями. Ну и, может, коллеги, которые с этим форумом лучше, чем я, знакомы, скажут, что изменилось за эти, сколько там прошло, 14 лет? Или даже больше, какой там, я плохо считаю, 18. Так эта площадка для разговоров и осталась. Но, тем не менее, это площадка, где можно было обменяться мнениями, услышать, у кого хорошо получается, у кого проблемы и так далее. Так что это очень полезный форум. И поэтому Россия принимает в нем активное участие. По итогам саммита, вот книжечка вот такая вот, была выпущена на всех шести языках. Была принята соответствующая резолюция Генассамблеи, которая подтвердила решение саммита, поручила экономическому совету, это экономический и социальный совет ООН, ЭКОСОС сокращенно, осуществлять надзор над выполнением решения. А в свою очередь, ЭКОСОС поручил эту задачу комиссии по науке и технике в целях развития, к НТР. Вот, которая как раз эти группы по enhanced cooperation, по упорщению сотрудничества и проводила. В том числе, кстати, успешно закончившаяся группа по улучшению форума по интернету. Закончился саммит, началась работа и, как я уже говорил, с 6 по 8 год были проведены группы мероприятий по реализации направлений и деятельностей, которых возглавляли координаторы по каждому из направлений, которые мы с вами видели в таблице. Но с 2009 года, опять же, по предложению МСЭ, через рабочую группу совета, по инициативе, тогда он был заместителем генерального секретаря, господин Хаулин Джао, потом он стал генеральным секретарем. Так вот, он подошел как раз с просьбой, чтобы мы через группу провели это предложение, поскольку совет был после форума, и мы вышли с этим предложением. Все организации системы он поддержали. И был в мае 2009 года. А почему в мае? Потому что это было привязано к 17 мая. 17 мая – день рождения МСЭ. И раньше проводился Всемирный день электросвязи, а после саммита стал проводиться Всемирный день электросвязи и информационного общества. Первый форум прошел в мае 2009 года. Повестка была достаточно короткая. Дискуссионные сессии высокого уровня. Встречи координационные по направлению деятельности – это те, что и раньше проводились, вот с 6 по 8 год. Тематические семинары, Всемирный день и новый оперативный обмен мнениями, стартовые встречи. Что это такое? Я расскажу позже. И впервые была организована онлайн-трансляция. И до сих пор она проводится. То есть вы можете участвовать в форумах ВВУ и ООО, нисходя со своего рабочего места или с дома. Дискуссионные группы высокого уровня – это там, где участвуют министры, их заместители, руководители разных компаний и так далее. То есть высокий уровень. Также впервые прошло заседание группы ООН по информационному обществу, которое было образовано организациями системы ООН, которые участвуют в процессе ВВУ и ООО. Четыре постоянных организации занимали посты вице-президентства. Это МСЭ, ЮНЕСКО, ПРООН и ЮНКТАТ. И они по очереди возглавляли эту организацию. И каждый раз на форуме проходит закрытое собрание. То есть только эти представители принимают в нем участие. И вот нововведение форума. Что такое оперативный обмен мнения? Это значит, просто предоставлялось место, время, чтобы участники могли встретиться и обменяться. И это находило свой отклик и было востребовано. Ну и второе, это так называемые стартовые встречи. Имеется в виду стартапов, грубо говоря. То есть встречи, на которых можно было начать новые проекты. Вот я привел здесь картинку. Это встреча замгенерального секретаря МСЭ господина Джао и нашего министра тогда, Игоря Олеговича Щеголева. И они как раз обсуждали проект реконструкции зала Попова. Такой крупнейший зал сейчас в МСЭ, который наша страна реконструировала. И он носит имя нашего величайшего ученого Александра Степановича Попова. Андрей Юрьевич принимал участие. После первого форума начали проводиться открытые консультации для того, чтобы определить, каким должен быть следующий форум. Обычно они состоят из трех-четырех собраний. Сначала говорится о том, что тогда пройдет форум. Продолжение представить материалы. Потом идет сбор материалов. Следующее собрание – это открытое обсуждение, представление и открытое обсуждение тех материалов, а именно формирование повестки дня форума и определение, кто же будет выступать. Идет доработка. То есть предложения поступают и после данной встречи. И обычно где-то за месяц-два перед форумом секретариат, а в основном это все-таки МСЭ, но также и представители других организаций, проводится брифинг для представителей посольств, аккредитованных при организации ООН. Следующий форум, он тоже был юбилейный, это пять лет. Новые элементы – это пленарное заседание высокого уровня, просто дискуссионное, а пленарное заседание, где фактически только министры и крупные руководители. из новых, из нового – это интерактивные сессии. Интерактивные имеется в виду, что выступают не один лектор, а выступают все участники. Впервые приняло участие партнерство по измерению использования ИКТ. Также региональные комиссии проводили свои собрания. И впервые пока только информация секретариата о проведении форума управления интернетом. Тематические семинары по различным темам будет на следующем слайде. Ну а дальше встречи по обмену опытом. Было образовано выставочное пространство, то есть предоставили место либо в здании МСЭ, либо напротив МСЭ есть конгресс-холл, где проводятся различные собрания. Там устраиваются выставки. Впервые ряд сессий был переведен на все шесть языков, но это пленарные, конечно, верхнего уровня. И была трансляция не только в интернет, но и в социальных сетях. Твиттер и так далее. Форум совершенствовался. Что такое обмен знания? Вот картинка. Люди сидят и обмениваются. Очевидным это было интересно, раз такая форма прижилась. Страновые семинары, в отличие от тематических, это страны выступали со своими предложениями, делились опытом, указывали трудности и происходил обмен мнениями между странами. Также были проведены брифинги. Как раз на форуме 2010 года МСЭ провел брифинг о подготовке к пересмотру регламента международной электросвязи. Это один из важнейших документов союза МСЭ. И была информация о образовании комиссии по широкополосной связи в области устойчивого развития, которые основали МСЭ и ЮНЕСКО. Из инноваций я уже говорил форум 2012 года награды МСЭ открылся конкурс все заинтересованные стороны могут принимать в нем участие 18 категорий. Мы с вами говорили 10 направлений и седьмая состоит из 8 направлений, то есть всего 18. Это было в 2012 году. В 2016 добавился еще, чтобы не одни были чемпионы, точнее нет, виннеры, победители. Один победитель и дальше 4 чемпиона. Champions по-английски, ну лариаты, наверное, по-русски это будет более правильный перевод. Какой процесс подачи, отбор проектов, которые выносятся на открытое онлайн-голосование. Каждый может проголосовать. И когда продвигались проекты, в том числе и от наших стран, все старались звонить друг другу с тем, что проголосуйте. Но голосовать можно один раз, поэтому надо было зарегистрироваться. Потом проводился сбор расширенных описаний от тех, кто прошел эту номинацию. Экспертная группа проанализировала пять лучших проектов в каждой категории, а там количество голосов превышало сотни. Там, по-моему, порог был чуть ли не 250 тысяч голосов, чтобы пройти номинацию. А так число голосов до миллионов доходило. И по результатам этого отбора экспертная группа определяла победителя и четыре лауреата в каждой номинации. Насколько я знаю, что и МСС подавал, ой, видават, МТУСИ подавал свои проекты. Два из них дошли до стадии номинации. Очевидно, мало участвовало в голосовании. Так что, если будет следующая подача, не забудьте проголосовать за свой проект, пять представителей России стали победителями, если мне память не изменяет, с 2016 по 2021 год. это Минсвязи Казани, Ростелеком, Санкт-Петербург, Сбербанк и, по-моему, какой-то проект московский. Приз, вы видите, вот такую красивую статуэточку вручает победителям, а лауреатам вручают только бумажки-сертификат. Министерский круглый стол. Это в основном министр, редко кто-то замминистров допускает. Обмен опыта на министерском уровне. Вот картинка, как они заседают, это вы видите. А справа, если кто знает, это наш министр, предыдущий, Николай Анатольевич Никифоров, выступает на вот этом самом министерском круглом столе. И вот этот форум, он был, министерский круглый стол, он был как раз в преддверии общего обзора, который должен был состояться в 2005 году. И на форуме 2012 года мы согласовали план действий по проведению обзора. И здесь было два мероприятия. В 2013 году ЮНЕСКО проводило мероприятие с обзором тех направлений, прежде всего, за которые они отвечали. А затем было согласовано, что в 2014 году пройдет мероприятие высокого уровня ВВУИО плюс 10, которую координировал МСЭ, с тем, чтобы провести такой обзор. Почему так было вызвано? Дело в том, что ООН это хорошая организация, но немножко она ну, она не из своей принципы. И, например, обзор должен был провести соответствующий с решением в 2015 году. 13-й год, 14-й год, никакой реакции от Генеральной Ассамблеи. Как она будет проводить, где она будет проводить, в каком формате она будет проводить. Решение было принято только в самом конце 2014 года и начало подготовки было только с июня 2015 года. Вот, представляете, с 2015 года до декабря, когда была сессия ООН, пять собраний подряд, там приходилось в Нью-Йорк мотаться чуть ли не каждый месяц, согласовывались эти документы. А здесь было принято решение, чтобы подготовка к этому обзору десятилетнему проводилась более солидно, основательно, и поэтому ну, это формат всемирного кафе, я о нем позже расскажу. Был принято решение, инициатором был Совет МСЭ 2013 года и наша группа по работе с по информационному обществу провели собрание, проговорили, что же мы будем делать, какие документы будем готовить, когда будут проводиться консультации, а самое главное было определить, а какой же у нас круг ведения. Был большой спор, что это МСЭ берет на себя такие функции, когда есть куча других организаций и так далее. И самое главное, вопрос ставился таким образом, вот есть КНТР, комиссия по науке технического ОНОВСКО, вот пусть ей поручено заниматься подведением, ну пусть она и занимается. И чтобы провести вот эту вот встречу, она называлась многосторонний подготовительный процесс, выговорю, плюс 10, самое главное, эти 7 принципов говорили о том, что мы занимаемся только женевским этапом, то есть только направлением деятельности, мы не касаемся интернет, что было основной причиной этих возражений, и интернетом, и ИЖФ, и прочее, пусть занимается КНТР, а мы будем заниматься только направлением деятельности. Вот на этих условиях и состоялась эта работа. Мы рассмотрели очень много документов, а когда отстал вопрос о руководстве собрания, кто будет руководить этим МПП, ВВО плюс 10, генеральный секретарь МСЭ, доктор Туре, сказал, ты председатель, ты будешь руководить. И все согласились, и мне пришлось возглавить вот это собрание. Ну, если немножко рассказать и поделиться, может быть, вы тоже будете когда-нибудь принимать участие в международных собраниях, вам доведется руководить этими собраниями, должен сказать, очень непростая задача, ну, не говоря о том, что, естественно, собрание ты ведешь на английском языке, то есть английский всем вам надо знать, если вы хотите хоть какое-то участие в международной деятельности принимать. А самый главный вопрос, что необходимо договариваться с различными группами. Одни хотят одного, другие хотят третьего, север и юг одно, гражданское общество другое, бизнес третье, и у всех свои интересы. С каждой группой надо было находить контакты и разговаривать. Самое интересное это было гражданское общество. Встает такой представитель и говорит, я представляю гражданское общество такого-то региона. Стоит другой и говорит, да я тоже из того региона, а почему вы говорите? То есть, кто это гражданское общество уполномочил и так далее? Кто имеет право говорить о целого региона? Эти те вопросы, которые приходилось решать. У меня опыт, конечно, был значительный, получен здесь. Тем не менее, а мы договорились все-таки, хотя не окончательно. На мероприятие высокоуровня десятого года, оно прошло как расширенный форум. Думали, как это сделать и договорились, что будет не отдельное мероприятие, а расширенный форум висит десятого года. И два документа подали заявление о выполнении решений и концепцию на период после пятнадцатого года. Начинается собрание, а у нас договоренности нет. Последнее собрание буквально вот за несколько часов до открытия форума. Одна страна говорит, я вот против такого-то положения. А принцип такой, одно положение не согласовано, считай, весь документ не согласован. Это вот во всех таких организациях так происходит. И буквально нас повезло, что приехал министр связи той страны, которая возражала, генсеку удалось с ним договориться, и все-таки вот эти самые два документа, они были приняты. И вот это то, чем я, например, очень горжусь, потому что здесь мы определили те документы, которые важны для всех. Мы определили, что выполнено, мы указали, какие возникли проблемы, отметили те приоритетные области, которые надо дальше рассматривать, и уточнили новое, дополнили направление деятельности по тем результатам, которые прошли за 10 лет. Так, что у нас со временем, наверное, я уже много говорю. Общий обзор был на Генассамблее ООН в 15-м году. Основные выводы были, какие. форум признан эффективным инструментом. Решено его проводить до 25-го года. И с 11-го года на форуме перешли от слов к делу. Начали принимать рекомендации по каждому из направлений деятельности. С учетом новых тенденций с 16-го года добавились рекомендации по взаимосвязи процесса ВВУ и ООН и цели устойчивого развития. Поскольку в 15-м году также прошла конференция, прошел саммит по устойчивому развитию. И было отмечено, что процесс ВВУ и ООН является движущей силой выполнения цели устойчивого достижения цели устойчивого развития. Поэтому МСС сделал такую матрицу, где показано ЦУР это цель устойчивого развития, СИ это направление деятельности, где какое направление пересекается и каким образом направление деятельности в ВВУ они помогают ЦУРу. Какие новые элементы появились? Это хакатон, собрание программистов по решению задач программными средствами. Здесь приведем пример 2017 года в злом ради здоровья. команды состояли из трех семи человек. Желательно гендерное равенство соблюдать. Возраст 18-35 лет для вас это как раз молодежное. Единственное, что нужно сделать, чтобы участвовать, надо зарегистрироваться, причем на форуме и отдельно на хакатоне. И задачи хакатона разрабатывать инновационные цифровые решения. Молодежь всегда была в сфере деятельности форума, всегда она привлекалась. В 2018 году даже был запущен специальный трек, посвященный молодежи. Вон там вдали замгенсека Малком Джонсон с молодежью проводились конкурсы на соискание премии молодежи, молодежные семинары, программы наставничества. новый элемент это элемент как бы беседы, ток ЭКС. Вы видите, как проводятся такие мероприятия. даже не зал это пространство ВМС выступает первый это замгенсека господин Джиао, а здесь молодой представитель организации или страны и происходит интерактивный обмен опытом. Это разговор. То есть здесь нет каких-то документов, каких-либо подготовленных материалов, выступающих по интересующим им вопросам и идет живой обмен мнением. Двигаемся дальше. Форумы 2020-2021 года, COVID, все понимают, что это такое, все радостно работали дистанционно и также дистанционно работал форум. И нет худа без добра этот форум, эти два форума показали, что дистанционная работа это очень хорошо, потому что резко повысило число участников. Вот, например, форум 2021 года, которым руководил замминистра Минцифры России Максим Паршин, он вызвал огромный интерес, и его число участников превысило 50 тысяч. Если раньше на форумах, ну, 3-4 тысячи максимум. Вот, и виртуальные сессии, они показали свою огромную эффективность, и теперь следующие форумы, они были растянуты по времени, что дает возможность в удобное время, и гораздо большему числу участников выразить свое мнение, получить информацию по различным направлениям. Проводятся в течение года, в течение нескольких дней, такие семинары виртуальные, и, как обычно, пленарные заседания в течение пяти дней в Женеве. С 23-го года началась подготовка к общему обзору 25-го года, то есть, вот мы за два года начинаем подготовку от МСЭ пока нет такой информации, когда они будут от ООН. Опять цели подвести итоги, определить, что хорошо, что плохо, и как двигаться дальше. Первые открытые консультации прошли к этому мероприятию, и мероприятие высокого уровня будет называться форума ВВО плюс 20, оно пройдет через месяц, в мае месяце, где будут рассмотрены эти вопросы. Вот такой подготовки, такого процесса МПП, как к 10-му юбилею не было, поэтому очевидно, это мероприятие должно будет принять свои решения на основе тех материалов, которые туда будут поданы, на основе тех выступлений, которые мы услышим на этом форуме. К сожалению, проблема цифрового разрыва, с которого все начиналось, она остается, а остается она по какой причине? Новые технологии, но вы их все знаете, это искусственный интеллект, это интернет вещей, это облачные вычисления, это большие данные, это 5, а уже 6G и так далее, они естественно начинают внедряться в развитых странах, и разрыв к получению этих технологий в развивающихся странах, он как был, так и остался, но постараются его, конечно, устранить, и это основная задача будет вот этих форумов. На форуме прошлого года первая женщина-председатель форума была, госпожа Стайменова из Словении, и она представила в отчете по форуму 2023 года очень ценные выводы, основанные на не только на ее выступлении, но и также на всех тех рекомендациях, которые были высказаны на различных сессиях. Вот эта особенность форума ВВУИО, каждая сессия подытаживает тот предмет обсуждения, которым она была посвящена, приводит параллели о том, как скажутся те рекомендации, которые предлагаются на достижении цели устойчивого развития. И вот здесь мы видим, что говорит доктор Стайменова, что доступ и наличие ценовой доступности должны стать движущими силами цифровизации, образование и навыки играют решающую роль, ключевое значение имеет доступ к цифровым технологиям. И она же определила, какие трудности, ну опять отсутствие доступа к высокоскоростному интернету, недостаточность инвестиций, отсутствие цифровой грамотности, в основном у кого? У слабо развитых стран, у тех слоев населения, которые, как говорят, марганализированы, это женщины, люди пожилые, жители сообществ низкими доходами. Для России это не столь характерно, как для других стран. все время спор. В МСССР я думаю, половина времени собраний выходит на том, как указать, какова роль женщин в развитии ИКТ, и почему она недостаточно отражена в резолюциях, в решениях, в рекомендациях МССР. Поэтому у нас такой проблемы не стоит, и слава Богу. И даже предложения, посмотрите, пожалуйста, какие предложения предлагает госпожа председатель. Расширить покрытие сети, реализовать фонды универсального обслуживания, ускорить цифровую трансформацию. Другой вопрос, не менее важный, это обсуждение связи между процессом ВВОО и глобальным цифровым договором. Если вы знаете, что такое глобальный цифровой договор, в этом году пройдет саммит будущего, на котором он будет рассматриваться. И вот в том нулевом проекте, который сейчас был распространен, например, никакого упоминания о ВВОО и форме ВВОО практически нет. То есть желание тех, которые готовили этот документ, чтобы заменили процесс ВВОО новым процессом, вытекающим из этого глобального цифрового договора. Мероприятие высокого уровня, о котором мы с вами говорили, оно будет посвящено как раз анализу ключевых тенденций, рассмотрению достигнутых результатов и оценке направления дальнейшей деятельности. Пройдет повестка дня предварительно, это будет мероприятие высокого уровня, диалоги высокого уровня, региональные комиссии, партнерство для измерения, тематические семинары, стратегические партнеры будут выступать, медиатрек, обмен опытом и общественные мероприятия. Не буду на них заострять внимание, но перехожу к заключению. Процесс своего его. Третий год Женева, пятый год Тунис, пятнадцатый год обзор десятилетнего юбилея и двадцать пятый год двадцать лет. Будем смотреть, чего достигли, что получили и как двигаться дальше. И вот если кратко посмотреть исторически на процесс уже подготовки ВВО плюс двадцать, он начинается с саммита ЦУР, селье устойчивого развития, который прошел на Генассамблее в прошлом году. Затем это в Айжиев в Японии прошли собрания региональных комиссий в нашем регионе в прошлом году Армения, в этом году должен быть Казахстан. Форум ВВО плюс двадцать. Ждем назначения координаторов по подготовке к Ассамблее в Женеве. Надеюсь, в декабре этого года все-таки их назначат. Ну и дальше будет двадцать четвертый год. вклад в пакт будущего. Будем знать, что решит по поводу глобального цифрового договора. И затем подготовка к совещанию двадцать пятого года. Коллеги, большое спасибо. Не знаю, насколько была интересна вам эта лекция. Если есть вопросы, готов ответить. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ ГОВОРИТ ПО Bureau АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ Пр Antarof Champions Продолжение следует...